Видели гранаты в магазине и не знали, что с ними обычно делают? Меня зовут Сьюзен Бауэрман. Я директор по вопросам сбалансированного питания Гербалайф. И сегодня я покажу вам простой способ разделать гранат. Первый раз, глядя на этот фрукт, вы даже не знаете, с чего начать. Многие просто разрезают гранат напополам. Однако есть другой, более аккуратный способ. Смотрите, у граната есть две стороны. С одной стороны, где было соцветие, есть небольшой выступ, а с другой стебель. В первую очередь нужно взять нож и очень аккуратно срезать верхнюю часть. Возможно, вы немного заденете мякоть. Вот так, просто срезаем. Видите, я немного ее задела. Теперь, если посмотреть прямо в центр граната, вы увидите границы долек внутри. Если внимательно присмотреться, то видно, что гранат не идеально круглый. Теперь я срезаю небольшой кусок снизу и разрезаю гранат по этим долькам. Надрезаем только кожуру. Не режем весь фрукт целиком. Главное надрезать именно по этим разделительным линиям. Я стараюсь не разрезать сами дольки, чтобы потом можно было разломить кожуру по этим надрезам. Внешний слой называется кожурой. Я просто разрезаю ее. А теперь я открою небольшой секрет. Положим гранат в тарелку с водой. Я делаю так для того, чтобы во время очистки фрукта от кожуры зернышки не разлетались, а сок не превратил мою желтую рубашку в фиолетовую. Кроме того, в воде зернышки легче отделяются от кожуры. На разделочной доске можно повредить зерна и разбрызгать весь сок. Так получается аккуратнее. И посмотрите, белая часть граната всплывает. Когда я отделю все зернышки, можно будет просто убрать сверху всю белую часть. Еще я всегда призываю есть зернышки граната целиком. Я всегда с любопытством смотрела на людей, которые, когда едят гранат, берут пригоршню зернышек в рот, жуют их, а потом выплевывают зерна, которые находятся в центре. Я призываю вас по возможности съедать и эту часть тоже. Дело в том, что семена граната похожи на семена других фруктов, которые мы едим вместе с семенами. Например, мы едим семена клубники и киви, ведь в них содержатся натуральные полезные масла. Так что вы можете смело есть зернышки целиком. Я часто добавляю их в коктейли. Получается хорошее сочетание, попробуйте. Также они хорошо смотрятся в салатах. Еще один хороший вариант – добавить гранат к курице. Например, положить несколько зернышек сверху. Я уже почти закончила, и теперь, видите, можно просто убрать околоплодную часть. Теперь можно убрать эти частички, они называются мембранами. Мы избавились практически от всех белых частей. После этого идете к раковине, пропускаете воду через сетку, и в ней остаются только прекрасные зернышки. Видите, это очень просто. И на рубашке у меня ничего не осталось. Выливаем воду в раковину, и в итоге у вас получится целая тарелка с зернышками граната. Теперь они готовы к употреблению. Кушайте зерна вместе с семечками, добавляйте их в коктейли и в салаты, или просто перекусите этим замечательным фруктом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова